Он всё рассказывает. Какая эсра талантливая, какая умная. Я своими глазами видела, он улыбается, когда её видит, как будто забывает обо всём мире. Я поняла, я всё поняла. Они влюблены. У меня никаких шансов против эсры. Никаких. Просто забудь об этом, парни. Ну не выйдет так, как ты себе представляла. Барыш выйдет. Нет других вариантов. Нет. Барыш, ты сделаешь для меня кое-что. И что? Что-то, что избавит от проблем с эсрой. КОНЕЦ Хорошего актёра. Тут проблемы с колодками. Снимешь колесо, хорошо? Хорошо. Давай, проверим. Барыш? Ты всё устроил? Конечно, устроил. Ты уверен, Барыш? Ради Аллаха, я в этом не новичок. Если сказал, что сделал, значит, сделал. Скоро услышишь новости. Ну хорошо. Спасибо. Обращайся. Дай пять, крикнул он своему друге Чайке. Чайка дал ему пять, а тому, с кем Чайка поссорился, пять давать не стал. Слушай, сынок, почему ты не хочешь засыпать? Сынок, ну уже, уже пора спать. Сынок, да у тебя температура, и щёчки красные. Аллергия на что-то? Сейчас принесу тебе лекарства. Ну вот, у нас кончились таблетки. Как же мы проглядели. Совсем нет. Я сейчас съезжу за ними, а папочка пока с тобой посидит, хорошо? Только не переживай. Хорошо. Сыночек, я скоро вернусь. Азан, я поеду в аптеку, а Атласа аллергия. Посидишь с ним? Пусть пока не спит. Эсра. Что такое? Не надо никуда ехать. Посиди с Атласом, ладно? Ладно. Аптека достаточно далеко. Проедешь вперёд, увидишь заправку, и через 200 метров повернёшь направо. И там увидишь. Хорошо, я найду. Куплю по дороге печенье Атласу. Поест, как проснётся. Хорошо. Он будет рад. Азан, ты хороший папа. Удачи. Улица Кемаля Сунала. Сыночек, я вернулась. Чем занимаешься? Играешь со своим слоником? Да. Знаешь, чем мы займёмся? Будем играть, пока папа не вернётся. Хорошо? А где напарник? Сказал, что сам съездит тебе за лекарством, чтобы я не напрягалась. А меня послал к тебе. А он точно вернётся? Ну, конечно, вернётся. Конечно. Папа никогда не оставит нас одних. Всегда будет с нами. Иди сюда. Иди. Иди к мамочке. Будь хорошим мальчиком. Не засыпай и выздоравливай. Давай поиграем пока что. Папа нет. Продолжение следует... Тормози, тормози! О, Аллах, Аллах! Азан, ну где же? Ты почему не отвечаешь? Опять не отвечает. Где мой напарник? Сынок, папа скоро приедет. Дай лобик потрогаю. Давай, давай, давай. Температура спала. Давай ложиться спать. Когда папа приедет, я тебя разбужу. Выпьешь таблетку. Пойдем, я тебя уложу. Вот так. Так. Твоё одеялко. Вот. Очки снимаем. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Я тебя люблю. И я тебя. Спокойной ночи. Спокойной ночи, сынок. Где же ты, Азан? Где? Приемное отделение. Как ваша рука? Намного лучше. Спасибо. Не стоит. Это все, доктор? Да, все. Судя по рентгену, у вас все хорошо. Будьте осторожны с рукой. Постарайтесь не напрягаться. Да, хорошо. Понял. Поправляйтесь. Вам очень повезло. Наверное. Доктор, можно мне позвонить? Конечно, возьмите. Спасибо большое. Пожалуйста. Азан, где же ты? Я так переживаю. О, Аллах, кто это? Алло. Эсра? Азан, где ты? Чей это телефон? Ты в порядке? Что случилось? Эсра, я скажу, но прошу, не паникуй. Я попал в аварию. Я в больнице. Что? Какая авария? Ты в порядке? Азан? Эсра, я же просил не паниковать. Я в порядке. Отказали тормоза, и я врезался в дерево. Все в порядке. Правда. Только таблетки Атласу я не купил. Позвоню Мусе, он привезет. Подожди, Азан, не надо. Атлас в порядке. Где ты? В какой больнице? Скажи, я приеду. Точно все хорошо? Эсра, не надо никуда ехать. Сиди с Атласом и ничего ему не рассказывай, ладно? Я скоро приеду. Ладно. С Атласом все хорошо. Я уложила его спать. Жду тебя. Приезжай скорее. Хорошо. Что же случилось? Я так с ума сойду. Барыш, я не могу больше ждать. Я ему позвоню. Конечно. Звони. Скажи, что это мы во всем виноваты. Успокойся уже. Не могу. Не могу, Барыш. Как ты не понимаешь. Я не могу ждать. Придумаю какую-нибудь причину. Спрошу, как у него с работы и дела. Не надо никому звонить. Ты с ума сошла? Что ты ему собираешься сказать? Рия, успокойся. Ладно? Подожди. Завтра придешь и сделаешь вид, будто ничего не знаешь. И когда тебе расскажут, сделаешь удивленное лицо. Не забывай. Мы с тобой в одной лодке. Действуй с умом. Ясно? Хорошо. Ладно, ты прав. Подожду до завтра. Все узнается завтра. Вот так. Теперь я спокоен. Забирай телефон. Азан. Ты в порядке? В порядке. Заходи, садись. Давай, помогу. Давай. Давай, помогу снять. Аккуратно. Вот так. Все хорошо. Садись. Да, все хорошо. Азан, что случилось? Как ты умудрился? Расскажи мне. Эсра, ничего особенного. У меня отказали тормоза, и я врезался в дерево, чтобы остановиться. Вот и все. Поверить не могу. Это я должна была поехать, а ты поехал вместо меня. Эсра, все нормально, со мной все хорошо. Пожалуйста, успокойся. Я всего лишь плечо повредил, перестань. Все хорошо. Кстати, мы ведь совсем недавно проверяли машину. А что, если бы в ней оказалась ты? Что, если бы в машине были вы с Атласом? Что тогда? Представляешь, что бы было? Ладно, давай не будем об этом. Тебе повезло. Правильно. С машиной ведь все нормально было? Может, звук какой? Нет, никаких звуков. Все было нормально. О, Аллах. Машину отвезли в мастерскую. Узнаем, когда подготовят отчет. Да, пусть там проверят, что с ней. Вот, лекарство Атласу. Спасибо, Муса. Я пойду. Позвоните, если еще что-то будет нужно. Хорошо? Хорошо. Спасибо, Муса. До встречи. До встречи. Я так испугалась. Пойдем спать. Ты устал. Пойдем. Пойдем. Стой. Обопрись на меня. Но я могу идти сам. Я только плечо повредил. Но если ты хочешь воспользоваться положением... Азан! О, Аллах, ты еще и шутишь? Какие тут шутки? А что? Ладно, не хочешь, не надо. Азан, все. Иди спать, отдыхай. Хватит уже слоняться. Отдыхай, хорошо? Ладно, но тебе придется со мной посидеть. Вдруг мне что-нибудь понадобится. Нет, я просто оставлю дверь открытой. Но... Я услышу. Не услышишь? Услышу у меня. Азан, я принесла таблетки. Дурак. Что я без тебя делать буду? Что делать будешь? Расскажи, что? Азан, ты что? Зачем ты притворяешься? С ума сошел? Я бы ни за что не догадалась, что ты не спишь. Зачем ты меня так пугаешь? Нет, нет, расскажи. Что бы ты делала? Сильно бы грустила. Азан, ты что, уже выздоровел? Я тебе таблетки принесла. Сам возьмешь. Нет, подожди. Хотя бы подай мне воды. Как я до нее дотянусь? Рука не двигается. Ладно. Сильно бы грустила? Бери. Ну. Азан, давай уже пей. Давай. Надоел. Вот так. Аккуратно. Прости, прости. Извини. Извини. Все будет нормально. Ты очень легко отделался. Через пару дней совсем поправишься. Все будет хорошо. Неправда. Я попал в аварию. Не думай, что поправлюсь за пару дней. А я думаю, поправишься. Все хорошо. Через пару дней будешь как новенький. Не переживай. Я о тебе позабочусь. Даже рубашку застегнула. Вот так. Надо было раньше в аварию попадать. Ты так заботиться обо мне стала. Азан. Тише, тише. Все хорошо. Аккуратно, аккуратно. Больно. Напарник! Сынок, сынок. Давай, иди к папе. Вот так, давай, иди. Посиди со мной. Ну же. Давай посидим. Тише, тише, Азан. Аккуратнее. Только что больно было, а сын увидел, все прошло. Все нормально. Все хорошо, правда. Как твои дела? Хорошо. Конечно, конечно, у него все хорошо. Он же умница, лекарства выпил. Я приготовила вам вкусный завтрак. Сынок, иди переоденься. Что мы не получим, если не переоденемся? Правильно, завтрак. Ладно? Спуститесь. Хорошо. Переоденемся и придем. Что случилось? Болит? Где? Нет, сынок. Не болит. Вовсе нет. Только маме не рассказывай, что не болит. Ладно? Ладно. Отлично. Смотри, мама омлет приготовила. Да, специально для вас. Азан, ты не видел мой золотой браслет? Нет, а что? Я хотела его надеть, но так и не нашла. Ладно. Да, точно. Эсра, вон там вилка. Положишь омлет? Да, сейчас положу. Вот. Вот так. У меня рука чаем занята. Не могла бы ты меня покормить? Был бы благодарен. Да, конечно. Вот. Горячий. Спасибо, спасибо. И еще дашь? Конечно. Смотри, сынок, папа совсем как маленький. Поесть у меня просит. Может, тебя тоже покормить? Хочешь, сынок? Очень вкусно. Спина заболела. Болит, когда прямо сижу. Принесешь подушку? Хорошо, сейчас. Давай, так, получше? Нет, не очень. Давай другую. А это как? Попробуй. Вот это подойдет. Хорошо. Так лучше. Ну, все. Атлас. Хочешь сока апельсинового? В нем много витамина С. Хочу. Нам сок, пожалуйста. Да, я выжимала сок, но совсем про него забыла. Сейчас принесу. Как же много прихотей. С ума сойти. Давай, сынок. Дольше всех кушаешь. Давай, открывай ротик. Молодец. Вот так. Азан. Как мы ее, да? Апельсиновый сок. Сынок. Вот. Поставлю сюда. Сынок, пей скорее, а то опоздаешь на автобус. Мне тоже надо идти. Куда это? Ты же не оставишь меня одного? Азан, кому-то ведь нужно и о работе думать. У нас ведь сегодня фотосет, ты помнишь? Он же сегодня. Да, сегодня, но не переживай. Мы с Эфэ сами со всем разберемся. Никто даже не заметит, что тебя нет. Нет, нет. Никакого Эфэ. Я тоже поеду на работу. Никакого Эфэ. Нет. Никакой работы, Азан. Ты еще не поправился. У тебя плечо болит. Ты ведь даже омлет сам поесть не можешь. Какая тебе работа? Никакой работы. Нет. Даже слышать не хочу. Сделаем так. Я поработаю с Эфэ и все решу. Не переживай, хорошо? Я пойду одеваться. А что ты? Ты лежа, отдыхай. Тебе нужен отдых. Все. Да ладно. Не нужен мне никакой отдых. План провалился. Нет. Нет. Как раз хотел позвонить. Все хорошо? Все было хорошо, Муса. Что случилось? Рука болит? Нет, но теперь заболел живот. Вот как. Может, съел что-то не то? Не совсем, но ты недалек от истины. Ничего не понимаю. Забудь. Сходи, проверь Эсру. Дай знать, если она будет в Сэфэ. Зачем? Не спрашивай, Муса. Проследи за Эсрой, расскажешь, с кем она. Понял меня? Ладно, ладно. Сейчас посмотрю. Давай быстрее. Это не сложно. Секунду. Да, он с Эсрой. Работают вместе. Все в порядке. Когда он вообще успел прийти к нам в компанию? Это для рекламы. Сегодня должна прийти какая-то модель. Скорее всего, обсуждают детали. Понял. Хорошо. Хорошо. Ладно, ладно, ладно. Поступим так, Муса. Я сейчас приеду на работу, а ты пока не упускай их из виду. Понял? Договорились? Брат, но что же я им скажу? Что скажешь? Что, что, что? Скажи, что ты представитель Азанбея, так что будешь с ними. Так и скажи. Муса, придумай что-нибудь. Да, брат, я что-нибудь придумаю. Слушай, может, не стоит приезжать с такой рукой? Муса, не пытайся меня переубедить. Давай. Иди, 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 иди. Хорошо, иду. Что такое? Нет, ничего. Работайте, я тут тихонечко посижу. Зачем? Зачем? А я представляю босса. Поняла. Значит, тебе кто-то позвонил, Муса. Раз уж ты здесь, может, поможешь нам кое с чем? Мы не можем разобраться с одной штукой. Да, конечно. Итак, Муса, что ты думаешь насчет... Покажи-ка. Ну, это очень красивое. Красивое? Думаю, да. А туфли. На ногу наступил. Аллах, он что, правда попал в аварию? Да. Тормоза отказали по дороге, и ему пришлось въехать в дерево. Все могло кончиться намного хуже. Мы легко отделались. Как они могли отказать? Машина что, была сломана? Пока не знаем. Мы отдали ее в сервис. Когда выдадут отчет, узнаем. Надо же. И где Азан? Азан дома. Здравствуйте. Что такое? Ну, он был дома, но, видимо, не выдержал. Азан, бей. Азан, бей. Вы в порядке? Я так за вас переживала. Все хорошо, Рюя. Просто немного плечо повредил. Мне очень жаль. Я так испугалась. Все нормально. С ней что-то не так. А это кто? Рюя. Новый ассистент Казана. Казалось нормальной, но с каждым разом все страннее и страннее. Что не так? Вроде бы нормальная девушка. Ты не поймешь. Я женщина. Я чувствую. Привет. Что с тобой случилось? О, Аллах. Ты чего? Прости. Прости. Все нормально. Уже не болит. Вот что значит хорошая карма у человека. Да, точно. Будь осторожен. Ладно, я пойду на собрание. Да, мы сейчас тоже придем. Азан. Что? Ты же не собирался на работу. И без фиксатора пришел. Не собирался, но как-то передумал. Передумал? Да, передумал. К тому же у нас так много работы. Мы бы вдвоем с Эфэ справились. Да, я знаю. Конечно. Конечно, знаешь. Муса же тебе все рассказал. Конечно, рассказал. Я же его начальник. Да, Азан, мы поняли, что ты начальник. Можешь не хвастаться опять. Нет, не могу. Ладно, чем вы тут занимались? У нас все готово. И декорации, и костюмы. Ждем модель. Хорошо. Уже видела ее на фотографиях? Нет, не видела. Но я твоему выбору доверяю. Хорошо. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, босс. Хорошего дня. Ну что? Какие новости? Все готово, босс. Сейчас пришлю декорации. Мы выбрали одежду Азанбей. Отлично. Отправьте мне. Мы мало чего сделали. Азанбей Андрея Ханым уже здесь. Пусть заходит. Всем привет. Азан. Андрея. Привет. Как дела? Отлично. У тебя давно не виделись. Вы знакомы? Да, давно не виделись. Давай я помогу. Познакомлю тебя с Эсрой. Эсра – руководитель проекта. Поняла. Что? А, еще моя жена. Правда? Да. Да. Поздравляю. Спасибо, спасибо. Классная компания. Такой дизайн крутой. Спасибо большое. Так ты еще ничего не видела. Идем, я тебе все покажу. Мы любим проводить экскурсии для гостей. Правда, Эсра? Да, правда. А Муса сходит с вами. Муса, давай поднимайся. Муса, сиди. Думаешь, я потеряюсь тут? Нет, Муса. Сходи с ними, без тебя они точно потеряются. Муса, сиди тут. Муса. Займись делом у соседей. Пойдем, Андре. Я уже за него все сделала. Прошу. Не потеряйтесь. Я просто влюбился. Влюбился. Влюбился он. Прикрой рот. Влюбился. Дыши спокойно. Она такая миленькая. Машаллах. Миленькая? Очень-очень хороша. Отличная девушка. Правда же? Да что с вами такое? Чего вы в ней нашли? Хватит преувеличивать. Давайте работать. Возьмите себя в руки, ясно? Действительно. Тоже мне. Валлах, что на нас нашло? Пынар Ханым. А где Азанбей? Вы что-нибудь знаете? Что-то случилось? Нет, вроде бы ничего. Должен прийти. Вот и Азан Ханым здесь. Доброе утро. Доброе утро. Спросите у Азан Ханым. Хорошо, спрошу. Азан Ханыма Азанбея до сих пор нет. Когда он будет? У Азана небольшое происшествие. Его сегодня не будет. Что? Что-то случилось? Ничего особенного. Плечо повредил. О, Аллах. Мне жаль. Как это случилось? В аварию попал. Тормоза отказали. Не знаю от чего. Как же так получилось? Машину отвезли в сервис. Скажут через пару дней. Что там произошло? Поняла. Прошу прощения. Я тогда перенесу все встречи. Хорошо. Рюя. Ты говорила, что Азан собирался поужинать с Лейлой. Да. Но ты не сказала, что кроме Лейлы там было еще много других юристов. Эсра Ханым. Я хотела рассказать, но вы повесили трубку. Я подумала, что не стоит вас во второй раз беспокоить. Ты намекала, что Азан с Лейлой будут ужинать вдвоем. Могла бы меня предупредить, но промолчала. Тогда, наверное, я просто ошиблась. Извините, пожалуйста. Получилось небольшое недопонимание. Как же так? Я совсем не хотела вас обидеть. Ладно, Рюя. Можешь идти. И с Раханым я правда. Рюя. Я поняла. Иди. Хорошо. Алло, есть новости? Барыш. В машине был Азан. И, к счастью, он не сильно пострадал. Зачем она ему понадобилась? Не знаю. Не знаю, но у нас теперь проблема. Они отдали машину в сервис. Через пару дней им скажут, что случилось. Что, если они узнают? Вдруг они узнают, что это мы, Барыш? Ничего они не узнают, поверь. Они не поймут. Постарайся ничего не разболтать. Этого не должно было произойти. Успокойся. Вечером поговорим, хорошо? Хорошо. Вы можете подписаться на наш канал, чтобы смотреть больше видео, включить уведомления, чтобы смотреть первыми.